люди любят давать деньги в долг без расписок без договоров просто так как часто вам звонят и говорят займи тысячу рублей а потом эти люди пропадают я всегда всем своим клиентам советую если занимаете деньги в долг пишите расписку согласно статье 808 гражданского кодекса вы просто обязаны написать расписку если сумма долга превышает 10000 рублей что такое расписка это обычный документ с которым вы потом в суде можете доказать что вы давали деньги в долг по этой расписке вы можете и проценты потом взыскать если вы под процент даете деньги или взыскать проценты по 306 5 статье за пользование вашими денежными средствами в определенный период времени без расписки доказать сложно будет но можно вообще суд отказывает в свидетельских показаниях то есть вы можете пригласить свидетеля и сказать ваня скажи что я петя занимал 15 тысяч рублей в они скажут да петя занимал при мне было дело но суд может не учесть показания свидетеля потому что то что должно быть подтверждено бумагой подтверждается только бумагой как написать расписку даю вам рекомендации первая расписка дальше вы пишете место составления и дату составления ниже идет я и должник тот человек которого занимает иванов иван иванович то есть фамилиями отчества паспортные данные адрес регистрации по паспорту и адрес фактического проживания обязательно указываем иначе потом вы будете искать куда в какой суд подавать потому что подаете вы в суд по месту нахождения вашего должника дальше пишите вот иван иванович паспортные данные адрес регистрации, занял денежные средства в размере 10 тысяч рублей, например, прописью и цифрами, и свои данные пишите, Иванов Иван Иванович, там тоже также паспортные данные, адрес регистрации, адрес прописки, и обязательно указать до какого срока, то есть срок до 15 июля 2020 года. Прописали, 15 июля наступило, вы звоните своему должнику и говорите, ребят, у меня вот расписка, когда вернете долг? Если вам говорят нет денег, не верну, можете писать претензию, после претензии пишите иск в суд. В таком случае при бумажной расписке вы можете подать заявление о вынесении судебного приказа, это очень просто, за 10 дней суд вынесет вам судебный приказ, и вы его направите на исполнение в службу судебных приставов по регистрации вашего должника. Все очень просто, если расписки не будет, вам сложнее, вам придется доказывать, что вы отдавали в долг, искать переводы, искать свидетелей, писать претензию, и придется идти в суд, в суд вызывать вашего должника и доказывать, что вы ему дали в долг, что это был не подарок, а если еще и должник будет отнекиваться, что ничего не получал, будет намного-намного сложнее. Вы теряете свои шансы вернуть деньги, поэтому всегда давая деньги в долг при сумме свыше 10 тысяч рублей составляйте расписку. Бывает такое, что приходит иск ко мне, например, о том, что якобы я кому у кого-то взяла деньги в долг и в расписке мои паспортные данные, моя фамилия, даже подпись, похожая на мою, в таком случае обязательно идем в суд, заказываем судебную экспертизу подчерковеческую и доказываем, что эта подпись не моя. Когда вас просит занять в долг человек, который, условно говоря, сломал там правую-левую руку и писать не может, вы тогда либо занимаете другому человеку, пусть здоровый человек пишет расписку, либо вы идете и нотариально заверяете эту расписку, там-то он уже хоть какую-то закорючку, знаете, как Жанна Дарк крестик поставить сможет, можно сделать так.